Царское село Царское село Во время Великой Отечественной войны И второго своего рождения Ровно 225 лет назад Вот на этом месте Митрополит Санкт-Петербургский Гавриил Произносил Владыка, наверное, те же слова Что сегодня услышали мы С призыванием Божьей благодати Божьего благословения Прихожанам Вновь построенного Софийского собора Только в то время На освящении храма Присутствовала Вся царская семья Весь Санкт-Петербургский свет Сегодня, конечно, после многих десятилетий Забвения Может быть, нет такого сонма Почетных Гражданских и светских властей Но сегодня здесь, Владыка, те люди Чьими молитвами Чьими трудами Чьими чаяниями Возрождается наша Русская Православная Церковь Возрождается Царско-сельское Благочиние Особое значение для русской истории Имеет Софийский Вознесенский собор Заложенный 30 июля 1782 года Именно в то время Турки захватили Одну из главных святынь Вселенского православия Софию Константинопольскую Весь христианский мир Был потрясен Совершившимся кощунством Императрица Екатерина II Решила до тех пор Пока святыня находится В руках мусульман Заменить ее Воздвигнув Софийский храм В новом городе Блесцарского села Первым настоятелем Софийского собора Был назначен протеерей Андрей Самборский Духовник и наставник Великих князей Некогда Собор являлся центром Архитектурной Доминантой Располагавшегося Здесь городка София Построенного Камероном И соединившегося Позже С царским селом Весь цвет России Побывал в этом соборе Здесь молились Пушкин и Лермонтов Суворов и Кутузов Крупнейшие ученые Композиторы Художники Знаменитые иноземцы Посещавшие наше отечество И сегодня Попадая под своды Этого храма Ощущаешь величие И державную мощь Вновь сверкает Своей чистотой Белокаменная Церскосельская София И уже новые поколения Возносят молитвы В ее чертогах Церскосельской Софии Как и Константинопольской Пришлось пережить Поругание Разруху И долгое забвение Но она выстояла И поднялась В праздник На фасаде собора Были освещены Скульптурные изображения Святых благоверных Великих князей Александра Невского И Игоря Черниговского Здесь такое святое место Получается И люди Приезжая сюда Они духовно будут отдыхать Это очень важно Я очень-очень благодарен Что дали возможность Ставить вот здесь В Питере Особенно Соборь Скульптурой Я ведь раньше работал В Советском Союзе Я еще живу во Франции Уже Около 20 лет А во время Союза Сделал очень много Памятников Войнов И очень много Памятников Которых уже и нет А эти скульптуры Они останутся навсегда Потому что Это история Это история Нашего народа Но одно Что мне понравилось Когда мы Поставили Скульптуры Они Гармонировочные Смотрятся С храмом По пропорции По цвету Все-все И было Это ощущение Такое Что они всегда Тут и были А это Очень-очень важно В 19 веке Софийский собор Стал церковью Лейбгвардии Гусарского полка Одного из Наиболее прославленных Полков Российской армии В храме Хранились Георгиевские Стандарты И награды На стенах Размещались Мраморные доски С именами погибших В сражениях Офицеров полка Собор Славился Красивым интерьером Ценной живописью И богатством Церковной утвари Но как и у большинства Храмов России У Софийского собора В 20 веке Началась Скорбная история После революции 1917 года Собор Подвергся разорению Вскоре он стал Приходским храмом А осенью 1933 года Вышло постановление Ленинградского Пригородного Рейсполкома О закрытии Собора После закрытия Храм использовался В качестве Склада Неоднократно Горел Фашисты Захватившие Знаменитый Пригород Северной столицы Оставили от храма Только стены Испещенные Пулями И осколками Снарядов Величественный Пятиглавый Софийский Собор Царского Села Имеющий Только ему Присущее Своеобразие Барабан И большой Купол Которого Так напоминают Главу Константинопольской Софии Был варварски Изуродован И поруган Я был в храме Изнесенском Софиевский Когда его вернули Только это давно было И видел Как отец Геннадий Стоял В совершенно Разрушенном Помещении Где не было Ни окон Ни дверей Где лежали Обломки Кирпичей Какая-то Мастерская Была Хранили Какие-то Детали Или Склад Был Совершенно Непонятный И когда Первый раз Мы Возвращаясь Из Пюхтиц С одной Конференции Христианской Нас Будущий Святейший Патриарх Тогда был Митрополит Алексей Ленинградский Повез Специально Показать Что мы Получаем Обратно В церкви И тогда Я посмотрел И думал Ну это Бесконечное Безнадежное Дело Бедный батюшка Стоит Там всего Пять бабушек Каких-то Дежурных В храме Ему Это за всю жизнь Не осилить Не освоить Но по-видимому Россияне Знающие Свою историю Хорошо Чтущие И Пожелавшие Возродить Это Скажем Сердцевину Нашего Города Помогли Отцу Геннадию Возродить Собор И теперь Он Снова Стал Таким Плестательным Нарядным Красивым И этот Собор Как действительно На Поворской Горе Светится И Привлекает Всеобщее Внимание В 1989 Году Храм Был Возвращен Русской Православной Церкви И через Несколько Лет Включен В список Памятников Архитектуры Федерального Значения За годы Восстановления Собор Был Возрожден В былом Благолепии С восстановлением Вознесенского Софийского Собора Стала Возрождаться Жизнь Храмов Царского Села И Близлежащих Окрестности Приехали сюда К Софийскому Собору Оторвали Доски Которые Были забит Вход В Софийский Собор Вошли В храм И Отслужили Первый Молебен Потом Уже Стали Расчищать Полы И Вот Этот Первый Молебен Он Все время Прервался Шумом Крыльев Глубей Вот И Мы Невольно Как бы Это Воспринимали Что Во время Богослужения Любого Ангела Невидимо Присутствует А здесь Мы говорили Что Ангел В виде Глубей Вот Видимо Присутствует Значит Все Здесь Будет Хорошо Вот Эти Первые Службы Они Наверное Были Самые Самые Такие Трогательные Слезные Ну И Присполнены Определенные Надежды С батюшкой Отцом Геннадием Знакомым Скоро Как 30 лет Я Каждый Раз Прихожу И Всегда Даже не пытаясь У меня в памяти Всплывает То какой он был И кто какой он стал И как здесь Все было Зарос И запрошено И заброшено И Закопчено И Расколото И Дыры в полу И как теперь Красиво И Радостно Это Большая часть Жизни Сознательной На мой взгляд Все равно Церковь И Ощущение Души Совести Справедливости Она внутри человека Хорошо что есть места Где можно прийти И Объединиться С такими же Братьями Во Христе Здесь Хорошо Хорошо Люди Те которые В подавляющем Большинстве Которые тебе по душе Музыка Которые тебе по душе Запахи Которые тебе по душе Что же еще надо Приходи И Получай Радость От жизни Храмы Строются И Воссоздаются Тогда Когда Они Нужны Народу И Как Замечательно Что Здесь На Исторической Земле Царского Села Сегодня Воссоздаются Святыни И Вот Этот Софийский Собор 20 лет Тому Назад Будучи Освещенным Одним Из Первых На Петербургской Земле Являет Собой Уже Некий Памятник Трагической Нашей Истории Надо Знать Историю Своего Народа Своей Страны Чтобы Не Повторять Ошибок Прошлого А наоборот Учиться Тому Славному Что Делала Россию Великой Победы Прекрасные Храмы И Монастыри Добрые Традиции И Как Замечательно Что Сегодня Мы Потомки Тех Кто Разрушал Храмы Стремимся Жить С Опорой На Православную Веру И Пытаемся Устраивать Своё Бытие На Основе Божественных Нравственных Истин Которые Запечатлены В наших Сердцах Славная И Трагическая История Софийского Вознесенского Собора Царского Села Его Возрождение И Сегодняшняя Жизнь Являют Нам Пример Трожествующей Силы И Правды Божьей Без Которой Нет Будущего У России Божьей 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 Субтитры создавал DimaTorzok